Царю небесную, утешителю души истины, И живи здесь, и вся исполняет Сокровища благих, и жизни подавателю И действий весь равны, и очистены от всяких скверных И спаси блажей души наши Руководитель, Господи, пошли нам Духа Святого Дай разумение Писания, которое будем читать и изучать Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь Куротко, ну понятно Чтение Священного Писания с толкованием Блаженного Фефилакта по этому изданию Палец только не держать, и все будет хорошо Евангелие Иоанна, 8 глава, с 19 стиха Читаем с 19 по 20 стих Священное Писание Тогда сказали Ему, где твой Отец? Иисус отвечал, вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме И никто не взял его, потому что еще не пришел час его Толкование, блаженного Фефилакта, болгарского Так как спрашивали Его об Отце в виде искушения А не с целью познать истину То Он их и не удостаивает ответа Но говорит Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего То есть не можете знать Отца Моего без Меня Да вы и думаете, что почитаете Бога Но как не веруете, что Он Отец Мне, истинному Сыну То нет вам никакой пользы Вы не знаете Его, как должно знать Слышишь ли, нечестивец, подчиняющий Сына Отцу Если бы Он не был единосущен с Отцом То как бы сказал Что если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Ибо если, по вашему мнению, Сын есть Тварь То как знающий Тварь знает и Бога Кто знает существо Ангела Тот еще не знает уже и существо Божие Если же знающий Сына знает и Отца То Сын подлинно одного и того же существа с Отцом И при этом они не понимали, что делом силы Истинно Божеской было то, что Он, окруженный врагами Среди их, оставался невредимым и неприкосновенным Тогда как они прежде Пасхи искали Его и подстерегали Кого искали, когда Его не было Кого искали, когда Его не было И против кого даже в отсутствие Его не иствовали Того, когда Он среди сетей не могут взять Они давно желали умертвить Его Но были удерживаемы невидимыми узами силы Его Ибо Ему нужно было долей оставаться живым во плоти Дабы доставить людям более пользы Через совершение больших чудес И преподание большего учения Какие рассуждения у кого возникают после прочтения Наших докторов Ну, вопрос есть Пожалуйста Вопрос такой Он им говорит, отец Не он ли отец А откуда они начали узнавать, что Бог их отец именно То есть, где твой отец? Вопрос задали Да Вообще Они про какого? Они же имели ввиду земного же отца Вот гляди Вот если я сейчас прочитаю вместо писания Да? Можно? Пожалуйста Вот глядите Второзаконие 32 глава И тут идет песня такая Внимай небо, я буду говорить И слушай земля слова уст моих Ну, понятно, говорит Мессий Имя Господа прославляю Воздайте славу Богу нашему Он твердыня Совершены дела Его И все пути совершенных дела Его Пути Его праведны Бог верен И нет неправды в Нем Он праведен и истинно Но они развратились пред Ним Они не дети Его По своим порокам Род стоптивый, развращенный Сиели, воздаете вы Господу Народ глупый и несмысленный Не он ли отец твой Который усвоил тебя Создал тебя И устроил тебя Вот Отец с большой буквой Уже тогда Моисей сказал, что Бог не просто Бог Он Отец наш И что народ глупый и несмысленный Говорит Господь к вам А почему это было? Ну, почему? Потому что Прошло сколько там Давай вспомним по месяцам Три месяца всего прошло Как Господь вывел Египет Десять месяцев Господь Творил казни Египтянам Чтобы фараон Наконец-то отпустил народ Ну, сколько Больше года Он бился за народ Потом еще Моисей Здесь на горе Горезим Пришел Господь его призвал Через терновый куст Неополимый И он пришел туда И на этой горе Он его спрашивает Я приду А что мне сказать? Имя-то как твое? И он там говорит Я есимсущий На горе И говорит Народ мой возопил И я посылаю тебя Вызволить его То есть Господь думает О народе Еврейском Почему? Они как-то возопили И Господь Почувствовал На небесах Что это вопль Ну, вот то, что мы говорим Молитва Вот мы часто говорим Мы молимся Вот сегодня моление было Сейчас вот мы становимся Это молитва Но она не всегда достигает Господа Почему? Мы не всегда искренне А здесь до такой степени Фараоны Египтяне Надавили на Людей физически И нравственно Я так понял Ну, убивать Младенцев Женщины, наверное, хорошие Забирали они себе Ну, понятно Что народ возопил Весь народ Он сказал Господь Народ возопил Господь не сказал Какая-то часть народа Старейшины там Или Ну Кто-то Одно колено Весь народ возопил Ну, вот А их было миллионы Брат И теперь Почему? Он им говорит Вы несмыслены И теперь там Прошел чуть больше года И они делают Золотого тельца Теперь под горой Горизин Понимаешь? А это отец их Отец А как ты веришь Отцу? А у них Старшинство было Ну, ты сам знаешь Что такое Помните, да? Какой старший Что значит у них старший Авраам Он был старший Глава семьи Потом дальше Исаак Яков Помните все это? Даже Исаак Неблагородный И то Когда вышел На встречу брату С ним 400 воинов А для чего? Брата защитить? Он-то думал Он его убивать идет А Господь все уже сделал Сердце смягчил брата И он пришел Просто для того Чтобы Но его слушают Старших нужно слушать А здесь Они не послушались Самого главного отца С большой буквы Вот тут Про это я Еще место можно? Да, пожалуйста Второзаконие Книга второзакония 32 глава Да? Еще есть места писания Еще есть Но мало Еще раз прочитаю Вопрос хочу задать Давай Сиели Я не буду отвечать Глупо Не смысл Ни он Ни отец твой Он братьям Может Называя его отцом Как они воспринимали его? Что они думали? Ну мы тут За них не можем сказать Что они думали? Ну вот Давай спросим Она читает Сестра у нас Ефросиня Талмуд читает Ну как? Как ты думаешь? Что они имели Под именем отца? Во второзаконии Когда Моисей Я думаю Они имели ввиду Что по сути По милости Божьей Был вообще образован Этот народ То есть По факту Господь их создал И по сути Является их отцом То есть Как родил Да? Да И это имя ему как? Мы вот Что добиваемся? Что это Богу Хорошее Как раз Что это было имя Единого Бога Отец То есть Это относилось И к отцу И сыну И святому духу То есть Как божеству К единому А они это понимали? А вот я думаю Что не понимали Хотя Я не уверен В этом То есть Имя отца Было дано Единому Богу А не просто Что это именно Отец В том понимании Как это понимаем Христиане Верующие Во имя отца И сына И святого духа Вот такой момент Это относилось К всему Божеству Или это конкретно Ну это надо Чтобы кто-то Прочитал Библию И все И сказал Я вижу Что никто не читал Вот Володя Брат наш Но я думаю Читал все-таки Я не место писания А просто рассуждение Ну давай Рассуждение конечно То что вначале Было дано Сказано вернее Что он их родил То есть он их Избрал Воспитал И дал законы Поэтому он именуется Отцом Да Потом именуется И они уже Как бы получается Нет у них Такого Явного понимания Можно еще тут Дополнение У меня Брат как раз На эту мысль Навел Дело все в том Что Вот Авраам Он отец Верующих Называется А Авраам Сам искал Что-то искал Короче Я даже не могу сказать Что он Бога искал Он не знал Что он ищет Но он искал Создателя Он же знал Творец неба и земли И он вот Искал именно это А как выглядит Он не знал А почему выглядит Потому что Вокруг него В этой уре Халдейском А знаешь где Ур Халдейский находился В самом прекрасном месте Это Месопотания Называется Знаете как переводится Гиппопотамия Месопотамия А знаете Междуречье На арамейском языке Называется Междуречье Месопотамия Вот поэтому И одна река Тигр Другая Ифрат И между ними Долина Плодоносная Долина Прекрасная Там жить Да жить И он жил В самом хорошем месте Туда еще подходит Персидский залив Нет Не персидский Или персидский Ну Залив подходит И по этому заливу Можно Плавать по берегам Торговать И там везде Оазис И там очень хорошая земля Оттуда уходить не надо Не надо Ничего искать Ты живи Кушай Хлеб есть Плоды всякие есть Мясо Барашки Все нормально Врагов нету Почему Сильные крепостные стены Туда дойти еще плохо Везде Или каменные горы Огромные Высоты Здесь Каспии идут А с этой стороны Пустыни Поэтому туда сильно Никто с войной не ходил Все времена Они жили очень мирно И хорошо И вдруг Авраам начал этот поиск И вот он Искал И он Я думаю первый В своей душе Понял что Его нашел отец Понимаешь Он вернулся домой К отцу своему Вот в чем дело Но нигде об этом не говорится Это я могу только от себя Добавить Почему во второзаконе Вот первый раз Упоминается с большой буквой Отец Моисей упомянул Откуда он это взял Ну не говорилось А передавалось видать Вот Я так думаю Что через Авраама Слово отец Как спасить Как родивший Внутренне Переродивший человека Песах То есть Вышедший ко спасению Вот так Все Ну вот я хотел найти Весописание Где Можно было бы Прийти Из которого можно прийти К поводу Что отец Авраам Отец верующих Ну да Не просто отец По плоти кого-то Именно отец верующих Сейчас Быстро не смог найти Но вот Ну оно есть Римлянам 4 глав Первый стих Тут написано Следующее Что же скажем Авраам Отец наш Приобрел по плоти То есть Авраам Называется отец Наш Ну Отец чей Именно Евреев Или непосредственно верующих 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 Не просто евреев Верующих Вон сестра Поднимала руку Валентина А тогда они могли Евреи Говорить О сыне В это время Нет Нет Мы не говорим Что они говорили О Троице Это надо быть Совсем глупым Или ты говоришь Что они знали Троицу Не верю в это Как они могли знать Ну тогда вот и все Разговор такой Ну просто вот ты так вот сказал Я еще хотел сказать Я задал вопрос Он задал вопрос Задал вопрос Да Тогда о сыне они не могли Так он Вот хотел бы просто вот это Вспомнить о том Что Игнати Тихонов Или вы спрашивали то что Был ли Дух Святой На Этет Пророк На Пророках Когда еще Вот Не дал Христос Духа Святого А знаешь Духа Святого Сложнее Да Ты прав Они знали Духа Святого Я понимаю Но они его не знали Как Бога Духа Святого То есть Это относилось К Отцу Дух Святой И Духа Твоего Святого Не отниме Как часть его деятельности Да Как часть его Да Действительно А можно спросить Вот во втором псалме Уже Давид пишет Почтите сына Чтобы отец не прогнелся Кто не чтит сына Не чтит отца Он сам понимал И другие читали Задавались этим вообще вопросом Или нет Про что он имеет ввиду Судя по всему Не задавались Извините Я хочу сказать Это по дисциплине Если кто-то хочет сказать Пожалуйста Руку поднимите Тут есть Чтобы была дисциплина Кто хочет ответить На вопрос Елены По поводу того Что понимали ли они Не понимали Я так понял Вот он у вас Давид пишет Он сам же понимал Он видел Христа На кресте строждающем Там же и псы Вокруг меня окружили Там и одежды Можно я попробую Поросуждать себе Вот Говоря это Я думаю Если бы они понимали То тогда Какие были бы у них сейчас Когда пришел Христос Разногласия Разногласия были бы тогда Там сидели Книжники Фарисеи Знатоки закона И Если бы было понимание Тогда наверное Все единомысленно Ну в большинстве своем Наверное приняли Скажем это тоже написано было Гамалеин-то против Выступил же тогда Когда они Против Кого? Что судит ли Наш закон Человека Если прежде не выслушать Разногласия были какие-то Он же принял сторону Христа Он же принял Нет Никодим Тоже пришел к Христу Значит какие-то были Разногласия Как пришел К Христу Тоже непонятно Никодим ночью пришел Надо или до Ветхого Завета Или после Потому что когда Христос Уже здесь Ну Тут нужно Здесь есть грань Да можно я говорю Да Есть есть грань Пока не было Голгофы Не было Троицы никакой Как только случилось Понимания Троицы Понимания Троицы Истинного не было То есть была еще тень 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 И вот эта тень уже Она уходит И вот видно что это рука Да Видно что рука Ну еще не сказать И вот когда Христос На Голгофе Сатану Преисподнюю Сковал И вот началось Царство Христа Вот теперь Началось некое понимание Вот в субботу В субботу Какое было понимание Христос В Аде Выводит людей Евреи Эти Ученики собрались Дрожат За стенами От иудеев Закрыто все То есть еще нету понимания Еще нету 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 Но уже оно где-то Понимание идет Где А мы не можем Отделить Преисподнюю От Нашего Воскресения Живого Ну считаемся Мы живые Церковь воинствующая Которая А торжествующая Церковь на небесах Она когда начинается Церковь торжествующая На небесах Когда на небеса Попадают праведники И Господь Начинает в субботу Выводить людей Они же тоже живы У Бога И они теперь Видят Христа И теперь они Они кто в аду Был В преисподних местах Тех которых Христос поднимает Они теперь Понимают Троицу И поэтому Получается что В субботу Для тех кто уже Но мы не Упредим Умерших Помнишь Как апостол Павел Говорит Мы не предупредим Умерших Все должно В своем чину встать То есть А вы значит Праведники Теперь вы будете Первые Мы вас на небеса А потом только умершие Нет мы их не предупредим Все вместе будет И вот Господь Так сделал Что Что уже Еще не наступило Воскресение А торжество Уже началось На небесах Потому что Выведены были Те люди Которые считаются Праведниками И Господь Просто так не выводил Чтобы потом послать На очищение какое-то Понимаешь Непонятно Вот ты говоришь Там в Ветхом Завете Они не понимали Я когда первый раз В конце Стоп Не тараторь Не тараторь Я говорю Не понимали Что Конкретнее скажи Нет Про троится Учение Они не понимали Я когда Канон Андрея Критского Читала Первый Да и не только первый В конце Где он Вот это Слияна Нераздельная Единосущная Вот это Ну да Где вот он так Я раз Наверное Светы И Светы Насколько раз Я читала Как это все Сложно Как это все Как он до этого Дошел Даже вот мы Ходим Уже там Несколько лет Ходили Прежде чем Этот канон У нас На руках Появился Да И тоже Тяжело Было Сейчас уже Несколько лет Единица Единица Сложная И Вечно Поклоняемая Да Я сейчас Считаю Отремя от времени Читаю книгу О всеверских соборах И слушаю Какие были Разговоры И обсуждения Какие использовали Слова и термины И после этого Вот Прочтение Да еще и ранее Этими вопросами Занимался Я даже боюсь И опасаюсь Какие-то слова Употребить Потому что Какое-то слово Сказанное Оно может Истолкованно быть Так Сказали Действия По действию Например Он называется Отцом Так Стоп А правильно ли я Сказал По действию А может быть По свойству А может быть Еще почему-то И поэтому Единственное Чтобы я обратил Внимание Что когда Говорится об Отце Вот В Священном Писании Ветхого Завета Я задаю вопрос Что вкладывали Какую мысль Могли туда вложить Именно как Отца В понимании Христиан Верующих Во Святую Троицу Или просто Как Одно из имен Божиих Именующих Вообще Бога И Сама мысль Вот например В то время В условиях Людей Которые Верили Было Многобожие Верили В разных Богов Что Не один Единый Бог Понимание Веры Во Святую Троицу Было Мне кажется Вообще невозможно То есть Надо было народ Божию Вначале Мысль донести Что Бог един Он един Что немного Богов Где-то там Находится И вот мы поклоняемся Разным Богам Но Бог един И вот эта мысль Должна была Настолько утвердиться Чтобы Все Да и аминь А уже потом Когда приходит Господь Иисус Христос Уже постепенно Постепенно Надо Мысль о едином Боге Раскрыть таким образом Что Да Бог един Но он Восвятый Ну он Трех ипостасях То есть Та мысль О трех ипостасях Мне кажется Была настолько Преждевременно В то время Можно Я Вот к этому Теперь К толкованию Перейду Полностью Да И прям По толкованию Скажу Господь Когда говорит Об отце Об отце То Здесь Нужно было Просто Открыть Место писания Где Говорится Об отце И они Должны были Местами писания Спросить его Ты про этого отца Говоришь Который вот нас Несмысленными Назвал Во второзаконии 32 главе Ну тогда У них не было Этого И он Тогда бы им Сказал Да Это этот отец А ну они Не задают вопросов Они от себя Тему начинают А кто твой отец Не плотник ли он И так далее Понимаешь Он им Говорит серьезно А они Как под просточков Как под юродивых Что то А может быть Они вообще Ничего не понимали Вот и все Чуть чуть Нет С 15 стиха Прочту Чтобы Хотя Господь обращается Евангелие от Ана 8 глава С 15 стиха Вы судите по плоти Я не сужу никого А если И сужу я То суд мой Истины Потому что Я не один Но я И отец Пославший меня А и в законе Вашем написано Что двух человек Свидетельство Истины Я сам Свидетельствую О себе И свидетельствует О мне Отец Пославший меня То есть Когда было сказано Дальше Следующий Уже 19 стих Тогда сказали ему Где твой отец То есть Вот после того Как он говорит Что Я сам Свидетельствую О себе И свидетельствует О мне Отец Пославший меня Тогда сказали Где твой отец И дальше Ну то есть Отец Простой отец Что они Подразумевали Задавай вопрос, где твой отец? Вот они хотели спросить, где твой отец? Они не говорили про Бога. Господь подготавливает. Да, Он подготавливает, но они про Бога не говорили. Вот эти... Вот, Игорь, да, считай. Второзаконие 18.15. Вы не рассуждали на эту тему? Еще нет, мы второзаконие 32 главу. Ой, да, 32 главу. Ну, один стих. 18.15. 18.15. Слух. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте. Так, как ты просил у Господа Бога твоего, при Хариве, в день собрания говоря, да не услышу впредь глаза Господа Бога моего. И огня сего великого да не увижу более, дабы мне не умереть. Этим стихом как пользуются люди? Мусульмане утверждают, что это говорится о их пророке. А как их опровергнуть? Из вашей среды. Все, второе слово. Не из арабов, а из евреев. Ну, не сказано, что это будет второй лист от Троицы, а говорит пророка. И поэтому в мессианских евреях мы можем понять. Признание вручения о Троице занялось семь с половиной столетий. Более спорная не была тема. Ну, Бог Отец, вы отдельно. Сын, это Бог Дух Святой. Ну, сколько? Вы что, считать до трех не умеете? А говорите, едино Божие. Как Блаженный Августин и другие ходили, все время размышляли, пока уже какого-то видения не было. А зачем тогда это учение человеку знать, если такие разделения? Два миллиарда мусульман теряем из-за этого. Нам никогда не доказать о Троице. Они даже не слушают. Бог единый еще раз. Я только сейчас, вот только отошел на меня, вышел мусульманин и прям всыпился на меня. Уже не первый раз. А себя не показывают. Под разными причинами себя не показывают. У вас что, Бог, все время меняется? Вы говорили, Бог сказал, то нельзя, теперь можно. Тоже ответ надо знать. Что Бог меняется? Не Бог меняется, человечество меняется. Он даже не слышит. Маленький ребенок, ему, допустим, 5 лет, ты ему говоришь, не переходи дорогу здесь, пока кто-то старше не пойдет. А дальше, когда ему 18 лет, ты об этом говорить ему не будешь. Изменился он, а не ты. Вот сейчас я не могу оторваться, он уже начинает меня дергать, поносить. Подписывается, Абдуллах, Абдуллах. Воображение жесткое. Понимаешь? И поэтому эту тему нужно всегда косулись и сказать, я в это верю, а ты, я говорю, никому не доказать. Слово самосущественное или равнозначное какое-то, искали, искали, слов, таких нету словарей. Единосущно отцу, вот. Слово единосущное строится, нераздельное и неслиянное. А нераздельное, неслиянное, ну, как может быть? Вот нераздельное, что такое? Неслиянное, значит, их нельзя вместе составить, побросить. Простое, сложное. Как говорил Тартулин, верю, потому что абсурд. Если я могу доказать, это не вера. А когда верю, нет веры никакой, тогда это абсурд. Я поэтому верю, что это абсурд. А вопрос можно вот задать? Вот поглядите, Господь все-таки обращается, и говорит про отца, но они не поняли, допустим. Но он почему-то обращается к ним и говорит, отец мой, которого вы знаете, значит, он обращается к кому? К книжникам, фарисеям, к сердцу народа. Ну, к чему он обращается? Или для того, чтобы они поняли, что они ничего не знают, и он должен объяснить. Вот почему он так к ним обращается? Я боюсь говорить, потому что вы меня выгоните отсюда. Не говорите туда. Тогда не говорите. То есть только вы один спасенный, а вы все прокляты, да? Правильно? Нет, у меня мысли не такие. Нет, не такие, да? А тогда о чем у вас? Я совсем не о вас речь идет. А, ну тогда говорите, раз не о нас. А вот если попросу, я представляю, что я в этой толпе среди них. Ну, я бы каким-то образом узнал, что это неправильно, надо верить вот так, как он. Провокационные ответы. Прости меня, Господи, я говорю состояние тех людей. Какие? Ну, вот они говорят, о каком? Он же прекрасно знает, что они не знают отца, вы не знаете отца. Ваш отец дьявол. Да разве можно так говорить? Ну, убить. Все. Он прямо идет, что молились, такие жертвы. Ну, ты помнишь, когда храм открывали, сколько овечник закололи? Я помню. Скажите, спросите у меня. А сколько? Вы про Соломонов храм? Соломонов. 200 тысяч. 120. А, в общем, там еще 80 беков тысяч. Не могу знать. 22 тысячи. А, 22 тысячи. 22 тысячи. Полные. Это кровь течет из каждого. Почему? Павел Ларинский говорил, вот щеколотка, где у человека щеколотка? По в крови ходили. И потом это все смывалось, и текло в Биордан, и текло куда, где-то на поля. Это все глубокий смысл он показывает, имеет. Зачем? Ну, Богу-то, зачем это все? Он говорит, ем я кровь волов, козлов. Богу-то не надо. Знаю всех птиц, всех птиц знает. Всех звезд называют по именам. Мне кажется, алфавита не хватит. Вот какие тайны мы касаемся. Я с первого дня нашел для себя ответ. Не касайся. Верь. Выпроси у Бога веру. И мне сразу, как все открылось, я ни разу не касаюсь. С католиками спорить, афилиок, вот там это, я сразу убеждаю, они мне верят в этом. Потому что то и другое правильно. Ну, а кто более прав? Да зачем нам выявлять кто? Потому что и то и другое правильно. Кто говорит это? Григорий Лийский, добавляю, брат Василий Великой, он святой, его никто не выгонял. Он верил, что дух святой исходит и от сына. В одном месте говорит, я пойду и пошлю духа, а вдруг, я пойду и умолю отца. Зависимость. А тут я пойду и пошлю, будто вон. И то и другое верно. И потому что с католиками ни разу в жизни нигде не исполнил. Никогда. А почему? Потому что мы об одном и том же говорим разными языками. Я считаю, много грамотиков, знания твои, говорят, мудрость разбили тебя с пути. Зачем это написано? Значит, а ну мне нужно здесь знание. Сказал Бог, я склонил голову, сказал Господь Господу моему. Он спрашивает, кого он говорит? Ну, слово Господь это мы говорим. А в оригинале стоит, сказал Господин Господину моему. Ну, там просто с маленькой буквы у нас большой, мы так понимаем. А они не понимали. У них там букву не решают, у них совсем другой знак. У нас в деревне они назвали кобель у них, лорд. Я говорю, а что такое лорд? Не знаю. Это лорд Господь. Ауэр лорд. Да вы что сделаете-то? Они сразу же переименовали на другое, ели. Он провинился, они его застрелили. Еще ходили. Можно тут добавить еще? Вот как раз Игнатильность рассуждает. Я тут минуту под соседство хочу. Господь, когда первый раз встал в синагоге и начал читать о 50-м юбилейном годе и говорит, ныне исполнилось сие. Они что хотели его пойти и скинуть-то со скалы? Где что исполнилось-то? Ничего не исполнилось. А он говорит, ныне исполнилось. То есть им надо было признать, что он знает больше, чем они. А они решили так. Так, чересчур знания надмивают, давайте-ка его лучше сбросим со скалы. Потому что он что попало? Говорит, что ныне исполнилось? Мы подыгом римлянским. Что исполнилось-то? Ты нам о чем говоришь? То есть они прям разъявились, не просто они так ой, что-то там юноши нам вещают. Они ненависть к нему почувствовали. Потому что он решил сказать, что как бы у нас все хорошо. Господь послал нам пророка и теперь все изменится. И Господь сделает так, что мы будем правящим народом. Вот что он сказал и Господь. Он спаситель пришел спасать, они его не поняли. Решили столкнуть его сразу. Первый раз только он начал действовать. Первый раз начал проповедовать своим родным. Прямо в этом Назаре, в Капернауме. Вот если это что Христос говорит, Евангелие 17 глава считается первосвященническая молитва. Ну люди-то стоят и не знают, что он Христос. Ну каждое слово он говорит так, что против него идет. Я православный, но у меня мысль вот так крутится. Зачем он это говорил? Он знал, что они не примут это дело. Я и Отец одно. Господи, ортодоксального иудея это же богохульник. Ты человек и делаешь себе равным Богу говорили они. Это читаем Евангелие от Яна 13 глава 13 стих. Вы меня называете Господом точка я действительно то. А евреи эти, мусульманик нигде не говорил о себе что он Господь. Я говорю вы держали в бибро руках? Нет там их которые говорят им все время назерина какое-то он врет на каждом шагу. А что значит против себя он говорит? Что против себя? Что он его слова но у него то цель была разве такая чтобы сохранить свою жизнь? Я не говорю какая цель я говорю в то время я сидела здесь у нас Фаина Соломоновна она же меня парила сразу посадила на место вам вы захеи можете вообразить я все вины воображаю ну и приняли бы Христа очень даже вы поняли кто на этой скамейке сидит Христос ну кто для вас вы поверили что Бог сотворивший вселенную сидит на вашей скамейке да никогда а что с меня спрашивали и все она отбрила меня в шестую это мы сейчас веруем во единого Бога верую я не понимаю Духа Святого верую глагол ушел пророков я не знаю как это да мало ли еще апостолы сказали пророки верую от Духа Святого верую так отчитай и у тебя уже вся вера будет перед тобой а далее еще будет уже в 14 главе Евангелия Таана 6 главе я сейчас прочитаю слова Господа Иисус сказал ему я есим путь и истина и жизнь никто не приходит к Отцу как только через Меня так это заявление представьте какое я есим путь и истина и жизнь когда он скончал не прочитаю грехи их понять можно почему не дано Бог знает их дела не дал им веры а это дар Божий мне деревенщины из деревенщины я никогда горли то не был и вдруг а я сразу поверил меня никто не уговаривал не доказывал я только считать начал полчаса прошло у меня только вся внутренность трепещит я нашел его я нашел его давайте молиться мне я буквы считаю буквы я как будто не вижу как будто голос это все идет у меня настолько бурное было обращение к крещению духом святым это вообразить даже нельзя никто меня не учил но мне так выть охота всем людям сказать и уже на корабль привозят а там все знают я учусь перспектива такая здание плавания и уже к утру весь караван кораблей нашу узнал Лапкин сошел с ума все по знакам сошедшего с ума дожил до 8 10 2 месяца пройдет и у меня будет 84 Игнатих даже вы когда вы начали свидетельствовать вас почти за сумасшедшего а вы говорите о Христе когда он начал свидетельствовать о себе в чем тогда его вина его слова если не признавать его за Бога провокационные прости Господи я говорю что а как по другому можно было тогда за свидетельство никак кроме как он сказал он знает эту грань и понимает кто там остается он остается навсегда Бог его избрал много званых вот кому говорил это званый покайтесь а только двое вышли и говорят я каюсь прости все вот два человека избранные значит можно сделать вывод что Господь сказал именно то что они могли еще тогда услышать мне иногда батюшка наш говорит ну ты пошел там говорил ну ты думал что они не примут я до конца не знал хотя видно было что не принимают ну зачем ты говорил я говорю Иоанн Креститель знал что не примет Ирод ну не отдаст Иродиаду зачем он пошел туда какого потеряли человека зачем ну Павла можно было где-то сохранить то его он шел туда говорит да все свидетельствуют что мне узы ждут и говорит в каждой церкви говорят Павла то знаете его арестуют скоро суд и дело все от него все отступились все только царь может решать а царь решит голову отрубили что-то теперь когда он сказал суд и делай когда был там Пугачев или кто-то Ермак и с ним ничего нельзя было делать это только специально была такая фраза давалась может разбирать он подчинен теперь только император слово и дело да слово и дело все не расходится у меня слово и дело а они еще не достичь и даже который пытал их и тот сразу палач отпустил руки а если окажется он прав это меня надо и будет сдернуть вопрос еще рассуждение просто рассуждение что вы говорите про слова Христа но ведь он также свои слова во многом подтверждал знамениями чудесами которые сотворил люди же думали о нем как о пророке и вот что слова такие провокционные были и они хотели не хотели но произвели эффект люди это запомнили эти слова и позже он подтвердил их своей смертью и своим воскресением я говорил слово провокционное не его слова доступно а до тех кто стоял которые за Бога его не признали смазиться что он Бог все на месте не признание его Богом пока что он городит кто же это прощает грехи да мы же знаем первое слово шма Исраэль слушай Исраэль опять только три буквы прочитали шма Исраэль слушай Бог говорит внимайте земля прекратите так говорит Господь Бог Исайя первая глава вот в связи с этим нужно сказать что они должны были сделать они должны были остановиться и исследовать его слова а не сразу смерть ему желать а у них уже одно направление вот одна извилина работала если не так как мы думаем уже все только убить а ведь надо было исследовать шма Исраэль остановились давай исследование где Библия вот к этому я еще хотел сказать что речи Господа Иисуса Христа он не все еще и говорил хоть она говорил то что они могли и не принять но он не все вот как раз я толкование хочу сейчас напомнить прочитать так как спрашивали его об отце в виде искушения а не с целью познать истину то он их и не удостаивает ответа но говорит вы не знаете ни меня ни отца моего то есть не можете знать отца моего без меня то есть не все оказывается говорил вот про это мы и говорим не все отвечал не все отвечал говорил все отвечал они неправильно задают вопросы вопросы не задают ему духовные вопросы они просто юродствуют над ним сами юродствуют а думают что это он такой юродивый вот в чем смысл то есть то есть грань была говорение и не говорение то есть ответ это тоже говорил я имею ввиду что когда отвечал он тоже говорил что то он не говорил а что то говорил поэтому сказать что вот он говорил то что не все они понимают говорил и это но говорил и не говорил а так же говорил притчами потому что не все были готовы услышать беспречи. Игорь, Труды Первого Вселенского Собора хоть раз видел в глазах? Ну, только вот в книгах. Ну, хотя бы это в книгах. Ты бы на счастье ранее был, если бы выступали один за другим. А на арии стороне или Николычу дозволство? Я боюсь опять говорить, что меня сейчас признают. Просто учение арии было настолько больше естественно-природным и понятным. И оно могло примирить. Ни два, ни три епископа. Все подписались по даримым эдиктом. И только Афанасий Великий, Фафоня. Всего только дьякорь подошел. Один вопрос задал. И все посыпалось в обратную сторону. Говорили, арестовать. Все кончилось. Это сейчас, сейчас, в нашу одну сейчас нелегко рассуждать. А я вот, если себя мысленно ставлю во времена соборов, этих диспутов, там каждое слово. Вот кто-то сказал, а почему ты вот так сказал? А вот что ты имеешь в виду? Я думал, если бы я там что-то сказал, вот даже сейчас, папа, ну, никогда разговор такой шел. У Христа юмор был или не был? Конечно. А? Конечно был. Ну, вы спросите старобрядцев, согласятся они? Да никогда. У них икона есть Ярое Око. Ну, теперь, вот конкретно, Святой в Духе Святого. Илья Пророк, один из, самый великий пророк, он как считал, сколько осталось на земле людей, верующих? Николая. Он один. Один я остался, и моей души ищет. А в Божий глаз вдруг заговорил, семь тысяч соблю, которых ты не знаешь. Илья ошибся на семь тысяч раз. Ну, в два раза, в три раза еще как-то было. Ну, в семь тысяч раз ошибся. И что? И он представил, давайте, как доказать? И они тоже, у нас, говоришь, чудеса есть, а в этот раз чудо нет. Они ножами, копьями, кололи себя, кровь плелась с них. Зачем бы кололись, никогда бы этого не было, потому что они получали ответ. А вот Илья над ними теперь юморизм говорит, может, он в дороге заснул, или задумался, громче взывайте. Ну, и вот они и писали, он говорит, тогда хватит. А как? А вот водой заливайте жертву. Ваш жертвенник, теперь, давайте, еще нету. И опять налили воду. У него огонь такой сошел, что который в Канабе, вокруг была вода, вся вода сгорела. Такое было? Третье, Сарф, 18-й было. Да, по Илье, как раз я и хотел сказать, запомнить. Вот по Господу Иисусу, не подустил. Вот тут остановку-то надо войти. Какого-то такого, очевидного. Ну, Илья-то знал, что теперь какое гоняние будет. Ну, да, он говорил-то. Гоняние-то, какое на нее будет? А Изабель-то, если не уснула, ей сказали, весь спартократ, Центральный комитет партии всех казнил. 850 голов отрубил сразу. Тогда можно было. А сегодня даже ударить нельзя. Никола ударил Ларе по щеке, и его сразу с крестницей совместа сместили. А только спасло, что будто бы там видение было, Божья Матерь заступилась. Вы имеете в виду один из юморов, когда Господь Закхеев сказал, Закхей, слазь быстрее сюда, мне к тебе надо идти. Очень тут, если, явно он не приказывал ему, было, наверное, по-другому? Все надо рассматривать. Так, а если бы я там оказался? Какой я счастливый, что живу в этом вот. Что такое я счастливый, что метр семьдесят два. Вот такой я есть, как и есть. Это меня спасло. Был. Метр семьдесят два. У меня конопушки были, на носу здесь. Это сейчас уже земляной, земля-то, с твоего зовет. Да нормально у вас все, не наговаривайте. Все нормально. Что у вас? Ну, это меня спасало. Загорелый человек. Конопушки, где надо, у вас все хорошо. Вы похожи на Солженицына? Да. Прямо, только остановились, я вылез, у телесовета, сидит на рту, Солженицына привезли. У вас вот так вот все похоже, прям, Залысина, вот тут вот так, борода. А кто-то премьер-министра английского, кто-то взял, у него волосы, товарищи, а ты моя фотография рядом, слепили, двер стоят. Ой-ой-ой. Не, ну его куда брать-то? Он-то вообще... Нет, это дело покорности. Вот здесь и нужен смиренный дух. Господь сказал, святые подтвердили, я больше не доказывать ничего не буду никогда. И меня Бог провел, и ни в Порошинке сомнений нет, что он второе лицо Троица, он безначальный. И вдруг воплотился через Деву Марию, и она родила его обыкновенным путем. А там монахи придумали, что из боку, будто бы ребра раздвинулись, лишь бы только не там, где нужно. Ну, глупость и все это. Мне Бог дал веру, огромную веру в первый день. И я ни разу не пошатнулся. Все в этом. Знания, ну, знания уж какие есть. Как у Авраама. Как у Авраама. Ему Господь тоже веру дал, он только не понял, искал-то он, его искал. А там и сон, и Луна. Тысячи, сотни тысяч поклонников всему этому. Он, однако, никуда не поскользнулся. Вот мы готовим сейчас, трехтомник вышел, сейчас четырехтомник. Проповедь в стихах. Так сколько отзывов пошло о стихах, какую находят там глубину. Я только говорю, да губнов я говорю, с третьей попытки доходит, что там написано. Я сам смотрю, и грамма не признает своими. Бежу, подпись моя, приходится признать всех. Вот, если будет еще четыре тома, по 800 встречам страниц. Там столько всего заложено, сегодня один, это не стихи, это откровения. Вчера опять пророчести находят. Ну, действительно, кто бы знал, что гриб будет. А там прямо говорится, Армагеддон предотвращает гриб. Не знаю, я не писал. Ну, ваша подпись стоит, чего отрекаешься-то? Ну, чего, дядя, бить будешь, как Шариков говорил. Вы, как Нострадамус, что-то сказали о тех годах, эти там, потомки. Да, да. Когда, каком году это все будет? Золотая клетка, птица вылетела, там, что-то красное полилось. Щепка в глаз попала. Щепка, что-то щепка проросла. Давайте, ребята. Не, ну, то, что вы говорите о том, что человек должен родиться свыше, вот точно это есть. Ну, там, не только это. Там конкретно на сегодня о положении в церкви и каким путем это в природу подсказывает. Я сейчас посмотрел. Ой, сегодня стихотворение три мне таких вызвали. Выставили. Пускай читают. Наконец-то начали читать. Там, да. Сколько говорили им? Вы начинаете читать книги? Ивана Ивановна выставляет. Это Наталья. Начали читать. Пусатая. Я сегодня выставил эпиграф стихотворения из послания к евреям 13 глава. Она прям скрикнула. Говорит, да я только сейчас занимаюсь. Как вы узнали? Ничего я не узнала. Это просто, да ты смотри, в пятом году еще написано было. А эпиграф брал сегодня. Понимаешь, настолько радостно жить это дело. Говорит, насыщенный жизнью. Меня спрашивают, ну ты насыщился жизнью? Нет. Вот сегодняшний день. Ну куда его денешь? Сколько радости тут? Ну вот, посмотри, и все ведь тот радуется. Понес добычу домой. Это законная моя добыча. Мы сейчас опять к благовечению придем здесь. Представь Богородица, она знала, что Бог отец, это ее отец. Вот это точно могу сказать. Потому что иначе она бы так никогда не ответила, как она ответила. Вот надо было кого спрашивать-то. Вот 15-летнюю. Ну ее никто не спрашивал. 15 лет была на замок вышла. А когда родила, не полно 15 лет. Хорошо 14-летняя. Я, в общем, это, приблизил. А Иосифу 72. Не считалось, что какая-то разница в возрасте. А рисует в мультфильмах, в этих фильмах, везде, вон-то чернобороны, лет 40. Она такая... Бог готовил этот сосуд 5500 лет. Все нормально подходит. И поэтому, поэтому протестанты все говорят, что следующие дети были от Иосифа. Все девы вообще примет и родить сына. Значит, и родить сына садится дева. Иначе какое было бы чудо? Никакого. Никакого. Это вот златоустам как раз Феодорит Кирский объясняет. Она осталась девой. Ну, принял и все. У меня еще чудо. Чудо. Но неима-мойная помощь это не годится. Это отречение от Христа, что только в ней помощь. А где Бог тогда есть? Ну и вот этот, который Михаил, кажется, Конотальский-то, архиепископ заклетел в храме петь это песнопение. Неима-мойная помощь. У нас всегда где-то кто-то находится, который опять на колею ставится. А взбранные воеводы победительные. Да. Ну это все... Ну зачем это? Мы верим. Не знаю зачем. Непонятно. Как будто бы Христа не хватает. Она воюет, Богородица там... Я верю, я молюсь ей, но... Писания этого нет. Достаточно того, что известно. Она Матерь. Вот сегодня ставят мои благовещения. Там я послал пять. Четыре проповеди мои из своего форума и пять. Пятое это пять высказывает стихотворения моих, где я упоминаю слово вот это самое благовещение в стихах. Ну я их все отдельно выписал, я одной группой послал. Там благодарят сколько людей новых приходит и больше еще не знают, а только то, что получать. Я почти каждый день посылаю большие послания. Игнатий Иванович, а что вы не вспомнили стихотворение «Она идет и сына принимает»? Да. Не вспомнили что-то? Вот можно было бы его вспомнить? Нет, слово «Есть благовещение или нет» там стоит заголовок. Напоминается слово «Есть благовещение». Я заведел сразу все стихи в один стих и кажется пять раз упоминается всего. Но вот это стихотворение о благовещении было или просто о Богородице? Она идет и сына прижимает. Да, да, и сына прижимает. Это уже на благовещение вы написали? Да, сейчас я вот это посылал людям-то. Четыре проповеди мои. Главное здесь Юлия, где она? Вот она главная там. И она эти стихи там все обрабатывала с форума. Помощь? Сейчас занимаюсь стихами. И сайт стихи.ру там периодически новые стихи появляются. Сайт есть стихи. Сайт.ру стихи.ру Там именно стихи ваши. Я говорю, только я брал с форума, а там ваша фотография, и вы все редактируете и смотрите. Она помощь. У меня было общение в свое время с одним человеком. Тема была примерно следующая. Искупление Господа Иисуса Христа, как Он искупил. И вот он мне задает вопросы. Я сейчас приведу, перейду на другую тему. Он задает мне вопросы. Я читаю эти вопросы и не знаю, как ответить своими словами. Я думаю, думаю, как ответить на этот вопрос. А вопрос достаточно серьезный. Ты со старообрядцем когда? Я не буду говорить с кем. А что, кто-то узнает? Он задает вопрос, а я думаю, я не могу сформулировать свою мысль, чтобы правильно ответить. Я ничего другого не придумал, как просто брать и цитировать Священное Писание. Вот это главный вопрос. Почему я пришел? Это не просто так, что мне сказали Библию, это вот, я почитал Священное Писание, но на другие темы я мог рассуждать своими словами. Что-то пытаться разъяснить смысловые какие-то оттинки. В этом вопросе я встал в ступор. Я просто не могу выразить мысль, и я понял, что лучшее, чем апостол Павел на эту тему, я ничего не скажу. Я просто взял и процитировал апостола Павла, имея в виду, что он наиболее точно может объяснить этот вопрос. Сформулировать. Да, сформулировать. Но этот ответ, как я понял, не удовлетворил моего собеседника. Я говорю, ну это же апостол Павел говорит, ну что я могу добавить? Я же не живу в то время, я не слышал Господа Иисуса Христа лично. Я ничего не могу сказать, кроме того, что я об этом вопросе прочитал в Священном Писании. Поэтому я тебе первоисточнику и привожу. Если тебя это не удовлетворяет ответ, все, я останавливаюсь. Ты скажи, лучше божественной мудрость, чем самобытная глупость. И все. Дальше я хотел перейти к следующему. Когда у меня был разговор о Святой Троице, тоже еще с одним человеком, я уже не смог объяснить этот вопрос и словами Священного Писания. Потому что тогда я просто понял, что я не могу даже, вот надо же соединить разные стихи, я, вернее, привел место Писания, но они оказались для меня недостаточными. И вот тогда, в то время, я пришел к выводу, что я могу это объяснить только словами Святых Отцов. Я только тогда нашел книги, открыл и начал уже читать. И сказал, все, к этому я ничего больше добавил. Прямо вот слово в слово процитировал в русском переводе, как Святые Отцы объясняли этот догмат. И он говорит, три свидетельства на небе. Они сейчас везде, этого не было, нигде. Да, я приводил это место Писания, все, этого вот, в каком-то там переводе этого нет, а в каком переводе, где этот перевод. Я тогда просто взял труды Святых Отцов и вот читаю, вот так, все, я говорю, я вот так верую, вот уже объяснено, и вот все грани, понимаю я это, не понимаю, но вот я так верую, все. А также символ веры, поэтому если разговор идет о Святой Троице, лично для себя я дисциплину такую поступил. А что, выходим? Ну, мы закончили немножко мысль. Достаточно на этом, и все. То есть, используем, запиши, труды, начал использовать труды, пользоваться трудами Святых Отцов. Чтобы одним Писанием отвечать, ну, мне бывает иногда три, четыре, пять мест Писания откинул, и все. Чтобы совсем не принимал, а тогда я уже больше ему никогда ничего не отвечаю. Когда разговоры начались у меня... Все Божие не проникают, а мое человеческое скажет, зачем будет завалить ему мозги? А я думаю, я время от своих дум тоже, и все свои буду лакать. Другого способа я не нашел. Как пользоваться трудами Святых Отцов, но я понял, как хорошо, что они есть. Брат, мы воспользуемся, воспользуемся твоим и этим примером. Все, молимся. Достойно. Субтитры создавал DimaTorzok Валерий Владимирович, помолитесь. Благодарим Тебя, Господи, за день сегодняшний, за день воскресный, за то, что в этот день Ты пришел в Иерусалим, для того, чтобы исповединить обетование свое. Благодарим Тебя, Господи, за то, что у нас есть Слово Твое, за то, что мы можем приходить сюда, в Дом Твой, и заниматься по нему. Тебе за все слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Зрелые слова такие. Ключ у тебя был и ты. Да, да. Все.